друзья всем привет жука виталь на связи сегодня как обычно кратко и по делу потрясающая погода поэтому решил записаться на улице вообще на самом деле в москве довольно редко что-то такое бывает особенно надо учесть что сейчас октябрь и как бы плюс 20 я думаю я сейчас полностью выпуск не успею записать вероятнее всего перееду в студию там продолжу давайте кратко подведем итоги выпуска и соответственно далее я уже более подробно расскажу по ситуации на крипто рынке соответственно прошлом выпуске я вам говорил то что мы можем пойти на коррекцию вероятнее все на него пойдем в уровень 88100 соответственно данную коррекцию мы получили также хотел бы обратить ваше внимание по ситуации на рипле я также обозначал что на рипле очень хорошие поддержки да в своей группе закрыты кстати говоря ссылку на него можете найти в описании я неоднократно обозначал что ну и на канале в том числе что у нас по риплу сейчас очень хорошие поддержки и что не стоит его сейчас прежде временно фиксировать да я делал короткий трейд закрывая с там плюс-минус 28 центов перезаходя по 27 центов потому что я вел действительно хороший уровень поддержек и ну просто был смысл там заходить сейчас у меня позиция перенабрано по 27 центов пока я ее держу потому что вероятно сейчас вот у нас был импульс да мы вероятнее всего остановимся в уровне там 39 и 5 из этого импульса мы с вами будем ловить вероятнее всего слушаю но он меня замерщик по кухням гонит в студии продолжу но хотел бы сейчас один момент довольно важный вам сказать что вероятнее всего мы будем ловить по риплу еще один импульс и там уже будет более интересное движение в уровень там 30 с половиной 31 с половиной центов плюс минус там уже можно будет рассмотреть какую-то точку на выход все более подробно расскажу далее сейчас кстати для хорошей перебивочки давайте порекомендую вам один канал и собственно говоря продолжим чуть позже внимание стартовало новое шоу от блогера илья огневого где он будет попутно разбираясь маржинальной торговли пытаться заработать деньги его цель 1 миллион рублей но можно же и все слить результаты будут публиковаться ежедневно это будет интересно и полезно ссылка на телеграм-канал в описании друзья продолжаем у меня в этом выпуске прямо один прогноз самом начале был уже отработал сейчас будем давать соответственно следующий соответственно по риплу мы с вами получили второй импульс импульс у нас вышел за 30 центов здесь мы должны с вами иметь ввиду очень важный момент то что у нас есть глобальное сопротивление глобальное сопротивление у нас с вами находится на уровне там плюс минус 32 центов и хоть у меня нет возможности сейчас там прям капитально через терминал проанализировать актив все равно очевидно то что объемы на втором импульсе довольно небольшие поэтому лично мной было принято решение закрыться соответственно то что я набирал по 27 центов ну продавал по 28 перенабирал по 27 ранее тоже были трейды то есть таким образом я себя как раз вот под подобные уровни делают некую подушку безопасности соответственно то что я набирал я разделил на три ордера одним ордером я закрылся ровно по 30 центов второй ордер у меня там 30 ну давайте 31 плюс минус на самом деле чуть ниже но ровные числа сами понимаете лучше не ставить потому что на ровные числа как правило все свои ордера ставят и третий ордер у меня находится на уровне тридцати одного цента с половиной соответственно мной было принято такое решение по той причине что мы сейчас действительно подходим к довольно серьезному сопротивлению ну на хороших конечно объемах но не то что прям очень крутых поэтому вероятность коррекции там до тех же двадцати восьми центов которые на данный момент является довольно неплохой поддержкой но мы должны понимать что более такая глобальная поддержка это конечно двадцать шесть с половиной центов и все-таки есть так как есть вероятность вот этой коррекции я решил сейчас часть актива покрыть также я покрыл стеллар люмен там его по шесть с половиной плюс-минус центов покрыл покрыл плюс-минус по той же причине объемы есть но они не убер какие-то крутые поэтому есть смысл ожидать там каких-то как минимум локальных и среднесрочных коррекций а потому же стеллар люмену там поддержка вплоть до 6 и 1 цента также хотел бы вам напомнить то что я говорил по эфириум прошлом выпуске я вам показывал четкие поддержки соответственно которые пробивая которые он должен был уйти на коррекцию плюс минус там в уровень 170 нас прокатили сейчас актив опять откупили я вам обозначал что коррекция как бы будет неглубокая но на пробитие данной поддержки она будет тоже данное движение получили также конечно хотел бы вам напомнить про zcash там такая ситуация что да мы глобально падаем у нас поддержек толком нету но не забывайте что в любом случае zcash остается топ активом и он мы в любом случае будем получать коррекцию падения и там неважно кто зашел по 50 по 30 там 5 долларов и тому подобное уровень глобальной коррекции по zcash в любом случае это там 80 долларов и тому подобное поэтому набирая позицию по этому активу в любом случае да возможно долгосрочно но вы останетесь в плюсе что касается ситуации с биткоином как я вам уже говорил у нас была и есть хорошая поддержка это там уровень плюс минус 8 тысяч долларов сейчас мы в нее сходили и есть смысл ожидать актив коррекцию актива за уровень 8300 долларов говорить об уровне 8 600 и тому там далее пока рано на данный момент все таки мы должны получить закрепление даже я не про 8350 вот это действительно самый такой на данный момент важный уровень и я думаю среднесрочно мы будем ловить коррекцию потому что несмотря на то что основная поддержка у нас находится на 7 800 все-таки на данный момент уже коррекцию мы отыграли и с этой коррекции стоит ожидать с большей вероятностью восходящих движений соображениями своим поделился лайк подписка комментарии не забывайте то что если вы хотите получать обзор рынка от меня ежедневно соответственно чтобы я отвечал на ваши вопросы чтобы я там вам подсказывал чтобы в моменты какие-то резкие я моментально там писал что я думаю по рынку не забывайте то что в описании есть ссылка на форму по которой вы можете подписаться на мою группу с ежедневными обзорами она платная но там не очень большая стоимость кстати говоря по этому моменту тоже хочу сказать что вероятнее всего я буду убирать скоро там подписки на год на полгода будет подписка там максимум месяц три и стоимость подписки вероятнее всего я увеличу в этом месяце пока что я не планирую ничего менять потому что у меня и так много забот но потом этим моментом я тоже займусь все до следующего выпуска друзья работаем и Субтитры сделал DimaTorzok